Здравствуйте! В эфире МТРК Новости. С вами Мирбалат Андагулов. Коротко о главном. В Петропавловске продолжается озеленение. 500 саженцев высадили ветераны, молодежь и депутаты областного маслехата. Еще около 7 тысяч за городом. 300 на весь регион. Северный Казахстан лидер по количеству малокомплектных школ. Для учителей таких учебных заведений проводят специальные курсы. Мощные, мускулистые, резвые. На ипподроме Кулагер закрыли скаковой сезон. Впервые там прошли показательные выступления по конкуру. Чем еще удивлялись зрители. А теперь обо всем по порядку. Сегодня в областном Акимате освободилось кресло руководителя аппарата главы региона. Два года эту должность занимал 41-летний канад Сарсимбаев. Теперь он будет трудиться в Министерстве образования и науки страны. В должности ответственного секретаря. Глава региона пожелал Сарсимбаеву успехов на новом месте и вручил экс-руководителю аппарата почетную грамоту. Два года, которые я провел в Северном Казахстане, прошли как два дня. Бывало нелегко, но мы днем и ночью работали на благо области. Пусть она процветает. Развивать предпринимательство на селе. С начала года в Исильском районе 40 человек получили льготные кредиты по госпрограмме «Ембек» на общую сумму 131 миллион тенге. Еще 74 начинающих предпринимателя по программе «Бизнес Бастал» получили безвозмездные гранты на 22 миллиона. Число тех, кто хочет начать свое дело, с каждым годом растет. Наши корреспонденты побывали в гостях у предпринимателей в Исильском районе и узнали, как просветает бизнес в сельской местности. Руслану Мусабекову из села Явлинки Исильского района 29 лет. Почти всю свою жизнь он провел в родной деревне. В этом году, узнав о программе развития продуктивной занятости и массово предпринимательства «Ембек», решил открыть собственное дело. Начинающий предприниматель взял кредит 3 миллиона тенге. На эти деньги купил 8 жеребят. Но решил заняться и конями железными. В апреле Руслан прошел курс по госпрограмме «Бизнес Бастал» и получил грант на 250 тысяч тенге. Добавив собственные сбережения, открыл станцию технического обслуживания. Здесь он ремонтирует сельхозтехнику. По плану я купил сварку, полуавтомат, болгарку, инструменты, компрессор. Я с детства любил технику. Постоянно с отцом. У меня отец был мастер. Он любую технику может разобрать и собрать. Наверное, по нас следствие идет. В Явлинке это первая и единственная станция техобслуживания для сельхозтехники. Спрос очень высокий. Обращаются клиенты не только из райцентра, но и из соседних сел. Сейчас Руслан сам ремонтирует трактора и комбайны. В будущем хочет нанять на работу других специалистов. Если мой бизнес расширится, хочу я купить дополнительное оборудование, чтобы работать легче было. Но это со временем будет. Желание сюда и сбудется. А вот Желын Серегжан вместе с родителями приехал в Северный Казахстан из Китая. Семья живет в селе Берлик Явлинского района и занимается ремесленничеством. Также по госпрограмме «Бизнес Бастау» молодой предприниматель прошел месячный курс и получил грант на 250 тысяч тенге. Купил станок и все необходимые инструменты. В небольшой мастерской вместе с отцом создает изделия из дерева. Это посуда, музыкальные инструменты и атрибуты для национальных видов спорта. Каждая деталь требует филигранного подхода. Чтобы сделать посуду из дерева, необходимо тщательно подготовить все материалы. Кстати, используем мы в качестве основы березу. После того, как чаши придается форма, она два часа вымачивается в соленой воде. Затем, когда она высохнет, мы наносим узоры. Чтобы сделать обычную пиалу с национальным орнаментом, нужна пара дней. А для Астау – минимум две недели. Покупателей у мастеров немало. Говорят, без работы не сидят. Заказывают деревянную посуду из разных регионов Казахстана, а еще из Монголии, Китая, России и Кыргызстана. Азы ремесла мы освоили в 2016 году, когда приехали в Шенкент из Китая. В то время сын обучался в этом городе. Получили знания, навыки работ по дереву и решили заняться производством. Приехали на север и открыли бизнес. Продукция в спросе. Отправляем ее через Каспочту, через проводников поездов. Много клиентов приезжают на дом. Супруга Серегжана свое хобби превратила в прибыльный бизнес. В сентябре женщина прошла курс по аналогичной программе, тоже получила грант и купила две швейные машинки. Ее изделия с национальными узорами пользуются большим спросом. Если полотно или ткань шить вручную, то это занимает примерно один месяц. Каждой детали, орнаменту, узору нужен особый подход. Со швейной машинкой такую работу можно выполнить за два дня. В этом году в Есельском районе льготные кредиты по госпрограммам получили 40 человек на общую сумму 131 миллион тенге. Еще 74 начинающих предпринимателя прошли курсы по бизнес-бастау. 33 микрокредита выдано на развитие сельского хозяйства, 5 на торговую деятельность и 2 на грузоперевозки. Также для начинающих предпринимателей, прошедших курсы в рамках проекта «Бастал бизнес» было выдано 74 гранта на общую сумму 22 миллиона тенге. Данная программа предоставляет помощь как для начинающих предпринимателей развития собственного бизнеса, так и для расширения действующего. Абай Альжанов, Желудызбек Ермуканов, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Проверяют, объясняют, рекомендуют. Североказахстанские спасатели месяц назад начали рейдовые мероприятия по частному сектору. С населением проводят профилактические беседы на тему пожарной безопасности. Вместе со спасателями работают и депутаты. Моя коллега Анастасия Астертак побывала в одном из таких рейдов. Начался отопительный сезон, а вместе с ним и горячая пора у спасателей. На протяжении месяца вместе с депутатами сотрудники ДЧС проводят рейды в частном секторе. У нас принимает участие весь депутатский корпус, также у нас привлечены школы на местах и активисты волонтерских движений. Сегодня у нас общий рейд, который после мероприятия, который пройдет здесь, получит инструктаж. Проводится инструктаж у нас, наши дети, активисты, тоже волонтеры, которые будут сегодня уже выезжать непосредственно по микрорайонам и уже проводить работу с населением. В области с начала года произошло 542 пожара. Из них 374 в частном секторе. Погибли 30 человек, 24 получили травмы. Материальный ущерб составил 52 миллиона тенге. Сегодня жителям частных домов ДЧС расскажут, как правильно надо готовить печи к зиме. Мы хотим привлечь внимание наших жителей, что на сегодняшний день у нас стоит острая проблема именно недопущения, нарушения правил пожарной безопасности в быту. Возле печи обязательно должен лежать притопочный лист, а дымоходы нужно очищать каждые три месяца. Спасатели и волонтеры рассказывают основные правила безопасности. Не оставляйте детей, не оставляйте печи без посмотра. Жители частного сектора считают такие профилактические рейды необходимыми. Приходят к нам все время часто и соблюдаем все правила печного отопления. Эти рейды нужны, потому что порой где-то что-то как-то и получаются пожары, но после этих рейдов вот именно мы доводим то, что не было пожаров. Это второй этап месячника пожарной безопасности. Рейдовые мероприятия продлятся до 15 октября. Анастасия Астертак, Данил Тарасов, Новости МТРК. Краткосрочные курсы для учителей малокомплектных школ региона проходят в Петропавловске. Организовал семинар Национальный центр повышения квалификации УРЛИУ. В течение недели специалисты будут обучать педагогов новым методикам преподавания для совмещенных классов. Абайльжанов расскажет подробнее. Сократите разрыв в качестве образования среди сельских и городских школ. В стране больше всего малокомплектных учебных заведений приходится на Северо-Казахстанскую область. Их в регионе свыше 300, почти все расположены в сельской местности. Встречаются классы, где учатся два ученика. Из-за такого недобора педагогам приходится объединять классы нескольких параллелей. Мы, когда работаем, мы составляем план для учителя, план для второго класса, например, по предмету, для третьего класса. Это очень сложно, планы составлять для каждого класса по отдельности, а ведут они в одном, ну как один урок. Во-первых, школьники, которые учатся в пятом классе, только перешли из начального звена. А семиклассники – это уже среднее звено. Естественно, у них встречаются разные предметы, и нам, педагогам, приходится сложно. Например, у учеников седьмого класса есть химия и физика, геометрия, а у пятого таких дисциплин нет. Кроме того, за 40 минут учителя должны давать знания двум классам сразу. Чтобы решить проблему, в Национальном центре повышения квалификации Орлеу для учителей малокомплектных школ организовали курсы. Специалисты Национальной академии образования имени Ибрая Аутенцарина представят педагогам новые методики и направления. Научат правильно распределять время, составлять планы, находить общие темы для совмещенных классов. Учителю в совмещенном классе нельзя работать автономно, отдельно с пятым классом, потом с шестым классом. И с такой целью мы адаптируем среднесрочные и долгосрочные планы для совмещенных классов малокомплектных школ. И на основании среднесрочного мы разрабатываем краткосрочные планы разных комбинаций. Курсы для преподавателей малокомплектных школ в Национальном центре повышения квалификации Орлеу продлятся до конца недели. А в декабре по проекту АУЛ ЕЛБСГ сотрудники центра планируют провести для таких педагогов онлайн-семинары. Абай Альжанов, Жудызбек Ермуканов, Новости МТРК. Вы смотрите новости на МТРК и мы продолжаем наш выпуск. Сделаем город чище и красивее. В субботу в Петропавловске высадили 500 саженцев ели, березы и рябины. Новые деревья появились в парке Победы возле Дюшеса Женос и рядом с городским домом культуры. В экоакции участвовали госслужащие, ветераны и молодежь. Алена Хам продолжит. Сухие деревья, сломанные ветки не красят облик нашего города, поэтому их пускают под топор. Вместо них садят новые. Для этого проводят субботники и экоакции. Например, в парке Победы высадили молодые ели, березы и рябины. В рамках республиканской экологической акции в парке Победы полным ходом идет посадка деревьев. Депутаты городского маслехата сегодня посадили около 15 саженцев. Пусть это станет хорошей традицией и наш Петропавловск с каждым годом становится все краше. Кроме госслужащих в экоакции участвовала молодежь и ветераны. Владимиру Тиланину 85 лет. Пенсионер приехал в парк Победы вместе с друзьями. Его беспокоит экологическая ситуация в мире. Об этом он пишет стихи. Горят леса и гибнут люди и отходы льются в русский рек. Какими будем мы все по сути, таким и будет новый век. Кроме того, в этот день деревья высадили по улице Абудас Мухамбетова и Ухабова, рядом с городским домом культуры и детско-юношеской спортивной школой Виктория. Всего порядка 500 новых саженцев. Алена Хан, Актолкен Султан Ханказы, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК. Закрытие скакового сезона – это всегда большой праздник. Он прошел 12 октября на ипподроме Кулагер. Лучшие наездники и самые резвые скакуны показали всю свою мощь и прыть. За соревнованиями наблюдала моя коллега Алена Хан. В этом году впервые на закрытии скакового сезона проходят показательные выступления по конкуру. Этот вид программы является олимпийским. Сейчас на арене воспитанницы детско-юношеской школы Аргымак – сестры Патошкиной Мария и Анжелика. Для таких результатов пришлось хорошо потрудиться и наездницам, и скакунам. В этом виде спорта от лошади требуется большая сила, мощный подход к барьеру и отталкивание. Мы чередуем сложную работу и более легкую выиск и конкур. Конкур обязательно проходит с выиской, чтобы конь хорошо был в поводу шел и легко проходил маршрут весь. Соревновательную программу начинают с гладких скачек на 2400 метров. Это испытание для племенных верховых пород лошадей на резвость, выносливость и прыгучесть. Именно здесь самый быстрый скакун может прийти далеко не первым, потому что главная выбранная Жакеем тактика. И лучшая она оказалась у наездника из города Кокшитау – Осета Бигжанова. Следующий вид программы – заезд рысаков двухлеток. Дистанция 1600 метров. Лошадей здесь запрягают в беговую качалку. Специальный двухколесный экипаж. Многие пришли на закрытие скакового сезона, чтобы посмотреть именно эти скачки. Я пришел болеть за свой район, за Жамбулский район. Встретил здесь своего знакомого. Он сказал, что они пригнали лошадей. И хочу остаться здесь до конца. За хорошие красивые скачки в окончании скакового сезона. Мне нравятся вообще скачки, как проводятся в нашей области. Особенно смотреть Байгун, Топ Байгун. Тенге Аллу – прекрасный вид спорта. А Аламан – это вообще что-то непредсказуемое. Пришли поболеть за команду «Кулагер». Конечно, за нашу бешкулянину. А сейчас соревнования иноходцев. Это своеобразный вид скачек для лошадей с особой поступью, мягкостью и ритмичностью. Кстати, иноходь даже врожденная очень неустойчива. Поэтому, споткнувшись, конь легко может упасть или сбиться на рысь или голоб. А это нарушение правил. Более 60 голов сегодня у нас участников. Гладкие скачки. Трех лет, двух лет. Рысаков сегодня было много. Ну и интересная борьба очень была такая жесткая, кучная. Лошади хорошо шли иноходцы. Жарга-жарыс. А это рысаки-трехлетки. Дистанция та же – 1600 метров. В основном здесь выступают орловские рысаки. Это знаменитая русская порода легкоупряжных лошадей, выведенная графом Орловым. Первым в этом заезде стал Александр Каратаев на лошади с интересной кличкой Поли-Тик. Ее мама была кличкой Пандора. Это буква П. А у отца Кик-Ганновер. Он американец. И вот получилось Поли-Тик. То есть русское имя Поля. Поля и Кик-Ганновер. Занимаюсь я конным спортом с 12 лет. Сейчас мне 57 лет. По итогам соревнований победители в личном зачете наградили медалями, грамотами и денежными призами. Алена Хан, Жулдазбек Ермуканов. Новости МТРК. Правильное питание, физические нагрузки, отказ от вредных привычек. Это и есть профилактика заболеваний. Лучше начать ею заниматься с молодого возраста. Тогда и организм будет крепким и здоровым. Какие еще рекомендации нужно соблюдать, чтобы реже посещать поликлиники. Узнаете из нашего следующего материала. В здоровом теле здоровый дух – это главный принцип Кульзипы Кушубаевой. В медицине женщина уже больше 30 лет, поэтому точно знает, насколько важны занятия спортом, здоровый образ жизни в целом и призывает к этому всех. В субботу для пожилых людей организовали соревнования. Ветераны должны преодолеть около 10 препятствий. Сегодня вот такая прекрасная погода. Несмотря ни на какие там домашние дела, хлопоты, мы все здесь. Очень прекрасно проводятся мероприятия эстафета. Я, конечно, участвую. Я очень рада такому мероприятию. Атеросклероз, инфаркт миокарда, повышение артериального давления – все это заболевания сердечно-сосудистой системы. По словам специалистов, чаще всего именно с ними обращаются за медицинской помощью. А причиной заболеваний часто становится небрежное отношение к своему здоровью, избыточный вес и вредные привычки. Чтобы рассказать о профилактике, врач общей практики Владимир Бухмиллер встретился с ветеранами. Контролируйте уровень артериального давления. Он должен быть не выше 140 и 90 мм трутного столба. Контролируйте уровень холестерина. Обращайтесь своевременно в медицинские учреждения. Занимайтесь физическими упражнениями 4-5 раз в день по 30 минут. Бросьте курить. Не злоупотребляйте алкоголем. Избегайте длительные стрессы. Согласно исследованиям, только треть сердечно-сосудистых заболеваний снижается благодаря лекарственным препаратам. А остальное зависит только от самого человека. Поэтому о своем здоровье стоит заботиться всегда. Правильно питаться, вести активный образ жизни и посещать плановые скрининги. Алена Хан, Актол Консултан Ханказы, Козвек Арыкбаев, Новости МТРК. Олимпийский чемпион Александр Винокуров стал первым в престижном мировом состязании по триатлону «Айронмен». Соревнования проходили на Гавайях. Спортсмен выступал в возрастной категории от 45 до 49 лет. Первый этап – плавание. Его Винокуров преодолел за час с небольшим, где расположился в числе первых 150. Но уже в своей коронной дисциплине – велогонке. Отыграл позиции и вырвался в безоговорочные лидеры. В заключительном этапе спортсмены состязались в беге. И здесь североказахстанцу удалось закрепить свои позиции. Как итог – золотая медаль. Полную дистанцию Александр Винокуров преодолел за 8 часов 48 минут. В общем зачете он занял 43 место. Показать силу воли и пробежать марафон. Порядка 200 петропавловцев начали в воскресенье с утренней пробежки. В парке можно было встретить детей, молодежь и даже тех, кто уже на заслуженном отдыхе. Самому старшему участнику забега – 84 года, младшему – 5 лет. С теми, кто в выходные не сидит дома, пообщалась съемочная группа МТРК. Октябрьская прохлада, шелест листьев под ногами, а вокруг – осенний пейзаж. Главное – тепло одеться. Тогда и бегать в парке – одно удовольствие. Спортсменов здесь можно встретить в любое время дня. Но увидеть их в таком большом количестве, да еще и воскресным утром – редкость. Первыми свою 4-километровую дистанцию преодолела ребятня. Их боевой настрой поддерживали мамы и папы. Они бежали вместе. За выносливость маленьким спортсменам вручили призы. Но на этом утренняя зарядка Санжара и Султана Абелевых не заканчивается. Глава семьи воспитывает мальчишек настоящими батырами – сильными и выносливыми. Я хожу в бассейн, занимаюсь плаванием, а еще футболом. Там мы много бегаем. Думаю, каждый мальчик должен заниматься спортом и быть сильным. В следующем году хочу еще раз пробежать такой марафон. Мне очень понравилось. Тем более я бежал с папой и братом. Было весело. Начать в спокойном темпе, а в конце выложиться максимально. Или с первых минут уйти в отрыв. Кто-то в шапке и с шарфом, а кто-то в майках и шортах. У каждого свои тактика и секреты. Главное – преодолеть дистанцию. Ее каждый участник мог выбрать сам. Новички предпочитают 10 километров, а опытные – 21. Но вот Даурен Курманов, хоть и участвует в забеге впервые, сразу нацелился на полумарафонскую дистанцию. 33-летний инспектор спецотряда быстрого реагирования в своих силах уверен. Моя работа сопутствует все время поддержанию физической готовности. Все время я бегаю. Мы занимаемся в ЗОБРе всем направлениям, в рекупажном бою, в борьбе. Я более направлен к легкой атлетике. Улучшает работу сердца, укрепляет иммунитет, повышает настроение и самооценку, помогает похудеть. Бег – один из самых бюджетных и эффективных видов спорта. Воскресное утро укрепить свое здоровье вышли больше 200 петропавловцев. Возрастной диапазон очень широк. Самому юному участнику 5 лет и самому заслуженному участнику по возрасту 84 года. Больше всего у нас будет участников на дистанции 10 километров. Это более 100 человек. В завершение осеннего забега все участники получили грамоты, а победители – кубки и ценные призы. Агири Мукашева, Дана Салемхазам, Михаил Казначеев, Новости МТРК. Это были все новости к данному часу. В студии работал Мирбулат Андагулов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»